У тебя есть девушка. Красивая, хорошая, прекрасная, умная. В общем, ты её любишь. Она самая замечательная. У неё даже имя такое. Звучное-звучное. Ну, произнеси. Как будто это самое невероятное имя во всём мире. Давай раскрутим ещё предлагаемые обстоятельства и поместим вас в одну квартиру. Вы живёте теперь вместе. Живёте, ну, допустим, год, и у вас всё хорошо. Вы друг другу нравитесь. Никакой бытовухи, выражаясь фамильярным немного языком. В общем, всё замечательно. Но есть один маленький нюанс. И как тебе кажется, тебе нравится это в ней. Она всё очень близко к сердцу принимает по отношению к тебе. То есть все твои маленькие заботки и проблемки она так близко берёт на себя, что она тут же и решительным образом хочет всё это изменить. То есть помочь тебе это исправить. Хотя ты не всегда видишь в этом какую-то проблему, но тем не менее она это очень хочет сделать. И вот очередным невероятным, хорошим, добрым, солнечным утром ты готовишь завтрак, и вдруг понимаешь, задумываешься, мешая яичный белок в сковородке, что за последние 2-3 дня что-то изменилось. То есть, во-первых, тебе очень нравится, когда чешут твои головы. То есть, когда она своей красивой, лёгенькой рукой с ноготками залезает тебе от шеи к затылку, а дальше переходит на голову и начинает чесать. Это же приятный процесс. Он тебе так нравится. И вдруг у тебя это отобрали. И ты уже не получаешь от этого фантастического эффекта на протяжении 3-х дней. Более того, ты заметил одну интересную вещь. Она тебя постоянно просит трясти головой, как будто ты какая-то неваляшка. И самое интересное, что именно в этот момент она тебе даёт бланк, на котором расписано от понедельника до воскресенья, как избавиться от перхоти. Ты берёшь этот листочек бумаги и начинаешь его читать. И внимательно изучать. И, честно говоря, тебе не приходило в голову, что подобные вещи вообще могут как-то повлиять на волосы и избавить тебя от такой, как казалось бы, достаточно простой проблемы, как перхоть. Семена кунжута, берёзовые листья, лопух, банановая кожура, арбуз, творог, варенье, масло. Как это всё может вообще тебе помочь? Но она не опускает руки. Ты знаешь, через 7 дней вдруг тебе это не помогает, и она начинает открывать холодильник. И в ход пускаются другие материалы. Например, то пиво, которое ты так хотел выпить, и вдруг оно тоже почему-то выливается на твою голову. Этого ей кажется мало. Она размораживает уже какие-то продукты, которые так щедро вам надарили дальние родственники из Нижнего Новгорода. И весь вот этот мощный коктейль белков, жиров и углеводов просто падает на твою голову. И самое интересное, что всё это скрывается под целлофаном и полиэтиленом, и постоянно чешется, зудит, и так прямо раздражает, что сил просто больше нету. Две недели такого ужаса. И в голову спустя такое время приходит одна маленькая и очень светлая мысль, что всего этого можно было избежать просто походом в аптеку и купить шампунь. И ты с удовольствием делаешь это. Избавляешься. Избавляешься от перхоти. И даже не говоришь ей о том, что ты сделал это с помощью шампуня. И как ей кажется, это она помогла решить тебе эту проблему. И вроде уже всё стало хорошо, и ты скрыл эту маленькую тайну. И вот она уже вечерами не проводит время у компьютера, не ищет очередную невероятную забаву, как избавить тебя от перхоти. И более того, вы вместе идёте в кровать. И то самоощущение, которое так нравилось тебе, и то ощущение, которое ты потерял за последние две недели, снова к тебе вернулось. Её мягкие прекрасные руки снова на твоей голове и так нежно начинают чесать твою классную, чистую, здоровую голову. Приятные ощущения, согласитесь? Продолжение следует... Продолжение следует...